добрый день сегодняшний ролик посвятим книгам мы никогда не забываем об интеллектуальной нагрузки танцы не пляски плясками песни песнями но нельзя забывать сегодня вы знаете несколько неожиданный ракурс будет книжного обозрения мы сегодня условно назовем наш ролик актерские книги не секрет что самое массовое из искуски но люди не читают но смотрят надеемся что после просмотра сегодняшнего ролика появится дополнительный интерес еще и не только к просмотру но и чтению все дело в том что в годы моей юности и молодости не было интернета к сожалению и доступ к информации был очень и очень сложный и ограниченный я вам даже могу сказать о такой парадоксальной ситуации что мы знали очень много фильмов несмотря их потому что выходили всякие киношные сборники для чтения имею ввиду биографии даже кое-кого проскальзывали из великих актеров но как таковых на фильмов не видели сейчас ситуация диаметрально поменялось все что можно возможно можно посмотреть естественно но некоторые вот понимаете персонали и вызывают очень огромный интерес надеемся только не только у нас вот например первая книга нашего сегодняшнего списка без преувеличения одного из самых талантливых актеров современности мэтью макконахи называется зеленый цвет отдадим должное издателям они очень оперативно сработали потому что книга вышла вот двадцатом году она стала бестселлером по многим спискам и я вам без преувеличения говорю о том что это одна из сильнейших них читанных лично мною за последнее время потому что мы этим макконахи я это и подозревал и ранее является очень разносторонней личностью со своими специфическими тараканами в голове и что самое главное он дает массу рекомендаций как ориентироваться в этой сложной жизни ну например многие помнят его как комедийного актера в легкие лирические роли у него были и так далее то есть некая замена был такой помните английский актер хилл грант вот как у как-то он нише его занял хилл гранта и в общем-то все у него было хорошо и были деньги за роли все остальное но один момент он понял что это не его у него совершенно другая внутренняя сущность он рос очень специфической семье вы знаете книга вышла под знаком 18 плюс потому что действительно там некие подробности такие расписаны что я даже в ролике об этом не хочу говорить даже я сейчас не хочу об этом почитайте будет некая интрига и самое главное что вот когда он от своих ролей этого легкого плана отказался он взял паузу и как он сам пишет прекратили звонить не продюсеры не режиссеры не сценаристы никто все замолчали то есть его никто не видел в этом новом амплуа тем не менее он говорит тяжело пришлось семья все привык жить по одному а сейчас по другому и прошел определенный период и как он сам написал стрела нашла свою цель его сами нашли он вышел на новые роли совершенно открылся с другой стороны получил даже оскаром тринадцатом году за роль даллаский клуб покупателей помощи называется там где он сыграл очень такую знаете характерную роль связанная с больным человеком пришлось ему сбросить сильно вес от он все описал но эта история такая очередная такие истории кематографе были тут интересен сам подход очень занимательная книга с очень действительно весомыми рекомендации от него и в конечном итоге я лично его запомнил по фильму конечно сериала настоящий детектив где он помните солирует дуэт класснейший с вуди харрельсоном харизматическая такая роль и все его запомнили и надо сказать что этот сериал от hbo даже опередил игры престолов а тот момент когда вышла первое первый сезон четырнадцатом году то есть ну высочайший уровень и еще конечно если вы смотрели фильм вспомните сразу маконахи волкс уолл стрит день блистает дикаприо там начала фильма брокер биржевой по фамилии хана его сыграл маконахи эпизод но настолько запоминается что в общем-то но задает том всему фильма по мимо того что выдающийся актер еще и класс ничей писатель сам он говорил о том что он мечтал быть писателем с детства это и почитайте не пожалеете однозначно вторая книга в нашего списка не менее харизматический персонаж билли боба тортон книга написан называется записи билли боба это фактически изложение тяжелого восхождения на олимп многие знают билли бобу тортона по причине того что он был другом мужем анджелины джоли почти мужем то есть они у них было как говорят очень шальная безумная любовь но она прошла но анджелина джоли написала предисловие к этой книге я нас очень большим теплом отзывается били боби еще многие его могут помнить по фильму плохой санта лично для меня это шедевральный фильм плохой санта я скажу что фильма новом годе рождестве это один из наших самых любимых очень хороший особенно в гоблиновском переводе так это все шедевр а вот книга запоминается тем что опять же видать это определенного рода фишка для того чтобы тебя читали ты должен выложиться от а до я и написать всю правду похоже на правду например как вам эпизод убили боба были провальные моменты в карьере он даже работал кем разносчиком пиццы делал колбасу на скотобойне официантом вот один раз когда его был уже 30 никого пригласили подработать официантом волливуде естественно они там все шиваются войска заметит и вот когда он разносил очередную порцию еду с ним столкнулся небольшого рода как он написал дедуган с немецким акцентом некий такой коротышка и он спросил ты чё здесь делаешь пацан говорит я вытаращил глаза не понял вообще с кем я говорю говорит наверно хочет стать актером все вы хотите стать актерами другого здесь варианта нету я у тебя советую не не лезь в актер актера тут как грязи попробуй написать сценарий если конечно писать умеешь о чем не писать сценарий возмутился как о чем о себе ты знаешь найдется кто-то кому твоя жизнь будет интересно а этот кто-то может еще и найдет денег а в конечном итоге снимут фильм о том что ты напишешь и тогда будет что-то я подумал как пишет боб тортон и решил а почему не попробовать и написал вы знаете вся эта затея переросла в удивительный фильм сикач который называется мы с удовольствием а сами просмотрели это его сценарий он там сыграл главной роли били боб тортон его заметили а мужичком этот оказался выдающийся голливудский режиссер били уайлдер чтобы сразу вспомнили вы наверняка его видели фильм джазе только девушки с мэрилин монро такая комедия класс ничья монро там блистательно это не тертись хорош поэтому вот понимаете восхождение на олимп это своего рода определенная лотерея повезет не повезет как пишет били боб тортон это знакомые слова но еще более банальная истина почему мы почему-то они забываем что если не делать ничего то заведомо не повезет вот такой вот в рефрен читайте очень классный перевод здорово написано правда издательство дала небольшую ремарочку о том что они были вынуждены по выбирать не цензурщина некоторых заменить ее более читаемыми синонимами из русского языка но тем не менее все равно на ура идет следующая книга в нашем списке книга наверно одного из выдающихся актеров двадцатого века его признали актером номер один почти все специалисты речь идет о марлоне брондо американский актер книга называется песни что пела мне мать это его автобиография фактически к сожалению книги как таковой нету мы ее с большим трудом достали в журнале кино сценарии она печатала середине двухтысячных годов на протяжении полутора лет но может поищите может быть в интернете кто-то догадался выложить нам не попадалось но очень рекомендуем потому что ну кто ищет тот всегда найдет это фактически советы по жизни от матерого бывалого человечище который очень разносторонний и в политику пытался лезть и боролся за права индейцев и в общем-то купил остров в конце жизни как фактически повторил судьбу гогена полинезии жил на острове конечно любил полинезии женщин-то и тянут и все остальное и писал мемуары но жизнь была тяжеленная это он так краски не сгущаю почитайте очень достойная вещь ну и как нам без французов обойти завершат наш сегодняшний обзор книги двух величайших французских актеров первый идет жан-поль бельмондо его книжка тысяча жизней я скажу это кумир советской молодежи многих поколений его своеобразный face очень специфический вроде как и некрасивая с другой стороны красивый на то что запоминающийся то факт человек который любил все и любит 88 лет ему сейчас книга тысяча жизни называется это действительно его жизни его женщины его фильмы его увлечение то есть многогранный оказывается человек отец скульптор в детстве в артистической среде почитайте он не такой вот кажется вы знаете простой как видится он очень многогранный очень и интеллектуально кино его и жан-люк гадар снимал и луи мельсеева снимали то есть ну как я лэн рене не только он боевиках и актер театральные весьма и весьма сильный и книга хороша и наконец завершает наш список сегодняшний жерар де пардио с книгой такие дела такие дела но де пардио представление не нуждается больше 180 фильмов за карьеру сыграл все что мог вы знаете даже иосифа сталина играл молотова играл слесарь играл повара и любовника распутина играл все играл и вот книга такая очень правдивая очень честно и начиная от торговли своим телом признался в этом юношеская проституция воровство случайно попадание в кино и все остальное ну просто уникальный персонаж и честный не знаю может быть конечно приврал что-то но очень неплохо поэтому я очень рекомендую вам читать эти книги но единственная ремарочка в день победы совсем забыл забыли почитать еще инокентия смоктуновского книгу который называется быть он все-таки воевал был в плену форсировал днепр освобождал киев украинской семье когда бежал из плена жил инокентий смоктуновский быть с праздниками вас спасибо за просмотр всего надолго